Здравствуйте друзья! Сейчас я расскажу вам о том, как прошел день первых вставок на своем счете. Как видите, я прислушался к вашим пожеланиям. Сегодня запись проходит при свете, а также я даже слегка приоделся. Как видите, я не всегда бываю упертый, а иногда все же воспринимаю чужие мнения, когда они все-таки идут во благо. Как вы понимаете, ставки начались у меня вечером, а утром мне нужно было поехать на заработки. И сперва я поехал в Останкино. Давайте посмотрим, как это было. Итак, друзья, мы сейчас с вами идем, выйдя из трамвая вдоль Останкинского пруда. С целью дойти до Останкино, где мы заработаем, я заработаю сегодня первые 300 рублей из тех 1050, которые должны быть всего. в Останкино, а вблизи вы видите удочек. Которые крякают. Время у нас есть, поэтому мы, я, обойду пруд по его длинной стороне. Немного укропнил. Вот оно, Останкино, в котором столько раз я был, и в которой сегодня, надеюсь, приду в предпоследний раз. Почему в предпоследний, а не в последний, потому что, я решил, что, когда у меня с балансом уже все будет нормально, на счету будут миллионы, Я просто, ради прикола, приду сюда еще разок, и посмотрю, зачем я все начну. Снова везти удочек. Одна из них даже совсем рядом от нас. Только вот, беда, что, похоже, у меня заканчивается уже разряд аккумулятора. При том, что я его заряжал полностью. Но, беда, это лишь частичная, поскольку у меня есть еще второй аккумулятор. Вторая беда, то, что у меня мерзнет рука. Поэтому, сейчас мы с вами дойдем до памятника. Сейчас узнаете, кому. И на этом, наверное, я заключение свое закончу. По дороге нас ждет еще одна уточка. А памятник это изобретателю телевидения Владимиру Зворовичу. И на этом я трансляцию прекращаю. Преодолев все транспортные преграды, я оказался внутри телецентра. Надеюсь, что я там был один из последних разов. По крайней мере, в качестве массовки. Почему один из последних, а не последних, а не последний я говорю. Потому что, как я, по-моему, говорил вчера. Или писал, наверное, не раз. Я, уже став миллионером в будущем, все-таки приеду туда еще раз. И просто в качестве прикола посещу массовку за 300 рублей, вспомнив, с чего когда-то все начиналось. Ну а сейчас посмотрите, пожалуйста, несколько нарезок на тему того, как это все происходит. Обратите внимание на то, какую фотографию я сегодня сделал в центре студии, стоя на месте пятюни. Я gelernt из подготовки с плюсами. так audio person Second мы берем то, что Но прямо теперь 보� hurting меня со всеми как эту ситуацию о будущем с встав角. Как это сделать? Я вспомнил про вас на место. Субтитры делал DimaTorzok Москвичи, конечно, все эти здания прекрасно знают сооружения, но для жителей Немосквы я скажу, что в частности гостиница «Космос» использовалась при съемках фильма «То ли дневной дозор, то ли ночной дозор» в фильме, как будто бы по этому зданию катается Жанна Фриске на мотоцикле. Взгляните, пожалуйста. Ну а затем были листовки. Начало не предвещало ничего плохого, о чем свидетельствует ролик, который вы видите следом. Что было потом, я расскажу уже в следующем включении. Дорогие друзья, еще одно мое включение. Я благополучно посетил Останкино и заработал 300 рублей на массовке у Петюни. И вот буквально две минуты назад начал снимать этот ролик. И только сказал слово. Благополучно посетил массовку. Как у меня из рук выпал фотоаппарат. Ударился об асфальт. И на этом все благополучие могло закончиться. К счастью, все обошлось. Он всего лишь не может распознать один из роликов. Даже удалить не может. Я думаю, я сделаю это дома. Ничего страшного. Итак. Теперь моя эпопея продолжается с заработком следующих 700-750 рублей, которые я заработаю за раздачу или якобы раздачу листовок. Метро Первомайское. Я, конечно, планировал получить их и поехать куда-нибудь греться. Но так оказалось, что место, где мне их выдали, не сильно отличается от места, где я их должен раздавать. Поэтому мне придется хотя бы для виду ходить тут взад-вперед еще два часа. Так что, можно сказать, поработать придется почти что реально. Раздавать я, конечно, ничего не собираюсь. Но погулять придется. Ну, собственно, на этом, наверное, и все. Вот, видите, пятерочка та самая, где находится ломбард, которого мне дали листок. Ну, а произошло, собственно, следующее. О чем я писал в отчете, а теперь расскажу еще и в видео. Как вы понимаете, работать на листовках я, как обычно, не горел желанием. Поэтому, в общем, с надеждой, что никто проверять меня не будет, я благополучно стал просто бродить туда-сюда. А когда Рома В. предложил встретиться у метро и получить от него шесть троек, то есть 30 поездок в счет его долга мне, я, конечно, согласился, поэтому пришлось мне забить на все и отдалиться от своего места работы очень далеко. Неспешно я затем начал возвращаться. Восемь вечера пришел к тому, от кого я работал, сказал, что я закончил, однако же услышал на это, что дружище, а ты не работал, я тебя не видел. Три раза выходил на улицу, тебя не было. Ну, что я на этом мог возразить, сказал, что, конечно, я немножко не там стоял, выбрал место, где проходимость больше, но его это все не устроило. Думал, что сейчас вообще я выйду ни с чем, просто потратил время, но неожиданно подфартило хоть в том, что он сказал. Я могу заплатить только за выход, 250 рублей. Ладно, думаю, с паршивой овцы хоть шерсти клок, забрал, ни слова не говоря, ушел. Естественно, в смысле, что если мне будет звонить Элеонора, так называемая, то я ей, конечно, ничего переводить уже не буду, если даже меня добавят в черные списки всех промоагентств. Ну, пусть добавляют. Неважно, я уже не собираюсь больше работать на листовках. Это все просто противно моему нутру, и вообще больше, чем полчаса я стоять на одном месте не могу. Мне это просто скучно, тем более за такие смешные деньги. Итак, в общем, я оттуда ушел, положил на счет в сумме, получается, 450 рублей, поступило 436, 100, потому что пришлось пожертвовать Роме В за оказанную услугу по курьерству, иначе бы непонятно, когда мы с ним встретились. И, собственно, вечером начались ставки. Сначала они начались в спокойном режиме, по 15 рублей, по 20. Но так как денег немного, то возможностей для отыгрышей, в случае чего, было не очень много. Ну и вот так сложилось, что я решил чуть-чуть рискнуть в настольном теннисе, поставив 13 рублей на счет 3-0 по партиям, за коэффициент практически 2,8. И очень было близко к тому, чтобы стать 2-0. Но не стало. Стало 1-1. Я поставил уже потом 38 рублей с коэффициентом 1,7. Вполне как бы адекватный отыгрыш, по крайней мере, не на 1,2. Поставил я на то, что будет 3-1 по партиям. Ну и тут, в последний момент, мой не реализовал сетболы. И стал его партиям 2-2. И в пятой партии я тогда решил, раз уж тот менее фаворитистый так уж прям хорошо борется, ладно уж, тогда отыграюсь я за более мелкий коэффициент, уже за 1,37. Но пришлось поставить 200 рублей уже. Да, рискованно, но что поделать. Я бы посчитал, что это будет адекватно вполне. Что продолжится борьба, потому что было 12-10 там в двух партиях. Но получилось так, что 11-5 в итоге. Всего лишь 7 очков не набрал игрок. И в общем, вот так вот неожиданно, хотя не то, чтобы я сильно тупил, но все ли там я все равно мог почти что слиться. Хотя я, в принципе, настраивал себя на то, что я оставлю то, что будет, не буду отыгрываться до конца. Ну и еще одну ставку все-таки сделал. На 135 рублей. Уже на коэффициент 3,6. В теннисе есть такое правило, которое сейчас срабатывает. Если в равном матче один игрок проигрывает 1-6 или 2-6 сет, то потом он выигрывает матч. Ну вот я решил поверить этому правилу и взял в лоховском турнире парном двоих за именно этот коэффициент. Дошло дело до тайбрейка. Там они проиграли 5-8 с двумя брейками аж. Потом было 9-10 и чужая подача. Но это же турнир лохов, поэтому там возможно все. И в общем, мне повезло. Они выиграли 12-10. И у меня стало 586 рублей. После этого я понял, что на этом нужно ставить точку на сегодня. стал делать отчет, собственно. И решил, что завтра я уже никуда не пойду, останусь дома. И в зависимости от того, насколько я прибавлю во вторник, уже решу, что делать со средой. Если много, то в среду просто. У меня будет теннис с лёдиком. И всё, как обычно. Если немного, ну значит в среду ещё одну посещу массовку, наверное. Благо, что теперь у меня поездок много. Не знаю, насколько вам была интересна моя последняя болтовня длинная. Но, по крайней мере, то, что было в начале моего видео, должно было быть более интересным. Вообще, это склейка видео. Я буду пользоваться в дальнейшем более продвинутой программой, где можно будет ещё и накладывать звуки на видео. Какие-то эффекты, возможно, специальные применять. Пока так. Это мой первый опыт склейки. Думаю, что на этом надо заканчивать. Спасибо всем за внимание. Давайте включим. Благословение. Продолжение следует...